вот приехали на развалины старого замка крепости здесь вот называется шлосберга что-то здесь есть ресторан в принципе от старых зданий остались вот только немножко стены вот такие вот здесь такой переход а вот это здание уже подстроена новая здесь ресторан сейчас сделаем небольшой обзор пройдем поверху посмотрим окружен в округе как здесь красиво интересно реставрация тоже идет огорожено потихоньку поднимают старинные башни ложат стены когда-то сделают будет может восстановят хотя бы как он был раньше здесь какой-то спуск в подвал шторы висят там интересно вот он этот здесь ресторан едой пахнет сейчас ресторан не зайдешь только можно что-то на вынос брать сходим а здесь колодец есть глубокий когда-то снизу воду доставали сейчас зайдем посмотрим все что-то огорожено все везде закрыто как будто никуда нельзя ходить вот колодец посмотрите какой он глубокий посмотрим что здесь написано где сколько у него глубина у этого колодца схема разная сколько сейчас надо очки одеть посмотреть так внутри у него диаметр 240 и глубина 57 метров а с 20 по 30 год это была высота боль больше восьмидесяти метров это видимо уже засыпался мусором или чё но глубоко ставки то старой фотографии это очистили фотографии двадцать пятого года двадцать пятом году здесь чистили вот рабочих рабочих сфотографировались интересно конечно еще раз посмотрим глубину его а вот там внизу я вижу какую-то картинку там наверно как этот шлосс выглядел когда-то да скорее всего интересно городок называется кёнигсберг но это не тот конечно что в россию она наверно вот так вот он и вы может восстановили бы как он был было бы очень интересно это такой 1750 примерно в 1750 году ну пойдем дальше посмотрим вот труба видимо это идет снизу с подвала там где-то внизу на камень есть скорее всего вот так вот сейчас покажу вот внизу городок здесь это это крепость замок находился на такой высоте вот они опять эти реставрации здесь ошибка где много не походишь это везде все перекрыто сейчас спустимся вниз там по низу вот написано что вот эту стену ремонтировали все сперва 88 год было все развали наше время много реставрировали под перестроили сейчас вот здесь вниз спустимся пройдем всего вот этот мостик переход туда с дороги само здание здесь окно войне церкви когда-то туда следили вот тоже называется вышка построена 1550 году в 1564 развалилась их ты все в 1971 это обратно все восстановили вот такие стены здесь вот такая тоже вышка называется в 1764 тоже развалилась все и 70 1972 году опять это все восстановили городская управа все сделала они выступали заказчиком этого ремонта все восстановление этих башен тоже современный сарайчик еще один тур там храма инструменты хранили вот здание сверху настройка уже новая здесь здесь люди сидели как вахтеры-наблюдатели и следили за приближением врага скорее всего каких-то ненужных личностей тоже 1550 году построили в 1590 1595 ты была перестроена набор из круглый это было раньше круглый а потом сделали как четырехугольную эту вышку 1764 было разрушено и в 1972-1973 это все было поставил начали восстанавливать и по новую же восстановили 1988-1989 году так вот здесь эти стены выглядят интересно сейчас посмотрим обратно сверху на город вот тот же вид я уже показывал еще раз можно посмотреть потом внизу дома интересны у них крыши покрыты грунтом и когда тепло летом там у них растут и цветочки и травка просто очень красиво такая такая как биоши или как это назвать крыши вот там вот белые белые такие здания это фирма там выпускают разные трубы для автомобиля раньше это было конечно огромное здание вот еще один видит уже остатки 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 вышки пульвер пульвер пульвертон это значит из-за внутрь что-то засыпали тоже в 1972 году как и промазали раствором все как бы крепили немножко и по середине вот она так стоит 1932 года но тоже видимо будет восстанавливать вот так вот стены такие мощные конечно толщина у них у ее больше метров ну вот реставрация 5 мы пришли как по кругу пришли к этой же башне вот здесь такая вот стена видите толщина у них это почти метр вот там дали беседка пойдем к этой беседке поднимемся идем дальше вот здесь вот там дальше беседочка через нее пройдем пойдем на выход к машине съездим еще в сам городок заедем сходим в церковь если открыто посмотрим что там посмотрим как там украсили к пасхе все немцы интересно в некоторых деревнях так делают красиво просто глаз не оторвать как но это не не везде вот здесь внизу красиво там поля зелененькие такой цвет только весной бывает красивый вообще вообще в германии конечно природа довольно таки красивая сколько мы ездим смотрим нам всегда нравится вот поднимаемся по лесенке вот вышли ну сейчас отсюда пойдем к машине вот еще хочу показать здесь небольшой такой как парк или как это назвать погибшим немцев во время второй мировой войны скорбящая женщина камни как листы такие каменные вот так вот здесь немцы тоже чтят своих погибших солдаты ни в чем я думаю не виноваты один натворил дел столько народу угробили что с одной стороны что с другой вот это написано как благодарность построен погибших здесь годы их рождение 26 25 лет и меньше 1515 если 39 это пацаны можно сказать 20 24 25 лет ну все идем к машине ну вот поехали дальше мы посмотрели здесь где-то возле этого замка возле крепости этой руины сейчас поедем здесь в центр посмотрим этого Кёнигсберга тоже есть что-то красивое есть места интересные вот тут старые дома старые постройки но они все равно по-своему красиво привлекают тебя почему-то не знаю не знаю не всегда почему-то хочется посмотреть эту старину как люди когда-то когда-то жили когда-то машина здесь не знаю не ездили только на лошадях а теперь вот так вот и все живутся люди современной жизнью и теперь ставят в домах вот церковь видно здесь мы уже много раз были всегда нам нравится это место вот эта церковь красивая такая вот это есть центр Кёнигсберга а горган играет в церкви не знаю что там может служба или что я сейчас воткну так попробую снять конечно что получится вот я Играет Арган Вот такая церковь здесь Очень мощная музыка Такие осводы здесь Играет Арган Играет Арган Играет Арган Сейчас остановимся, пойдем посмотрим. Здесь, конечно, не просто. Здесь, когда ты бежала, для чего? Вот такие вот здесь магазины. Здесь цветы продавимые. Там же интересные виды. Конторический стол. Магазин цветов. Вот такое дерево здесь раскидистое. Лавочки сделанные. Посидеть можно было. Вот такое это огромное дерево. Сейчас со стороны немножко покажу, какую наросткидистое солнце светит. Что-то в этом году, наверное, из-за пандемии, из-за короны, плохо совсем украшают. Украшают мало где. Выезд из города. Там церковь виднеется, шпиль, в которой мы были. Вот так выглядит эта крепость или замок отсюда. Чуть ниже его видно, где столбики такие беленькие. Это виноградник чей-то выращивает. Вот так оно смотрится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok